свинками, птичек и собак. Затем он выкатил автомобиль из гаража, на который мог перекинуться огонь, вызвал скорую помощь и пожарных. Ребенок получил ожоги, его родные почти не пострадали. 65 легкоатлетов из России подали заявки на соревнования под нейтральным флагом, сообщает прислужба Всероссийской Федерации легкой атлетики. Также в статусе нейтральных атлетов допущены все российские спортсмены младше 16 лет. Напомню, наши легкоатлеты были отстранены от международных соревнований из-за допингового скандала. Это пока все новости. Мария Деева. Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Теперь о погоде. В Москве сейчас плюс 7 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление около нормы 747 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью завтра утром без осадков температура понизится до 2 градусов тепла. В среду синоптики обещают кратковременные дожди, порывистый ветер до 9 метров в секунду. Максимальная температура днем плюс 9 градусов по области до плюс 12. В четверг и пятницу будет еще теплее. Ожидается 15 градусов тепла. На все 100 с Дмитрием Дерунцом. Проект «На все 100» на Спорт.ФМ открывает дискуссии, поднимает проблемы, слушает ваше мнение. Главные вопросы современного спорта обсуждаются здесь с 19 до 20 часов по будням. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Я буду рад услышать тех, кому не наплевать на будущее спорта, а значит и на свое будущее. Наши координаты в вайбер и ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-9-3-2. СМС-портал 55-33. В начале слово «Спорт». Страница «Спорт.ФМ» ВКонтакте. И давайте немедленно. У нас сегодня на час запланированы две важные темы. Обе связаны с футболом. Одна пересекается с нашей вчерашней темой и, скажем так, становится эхом довольно серьезного скандала, который был вызван нашим эфиром накануне. Ну а первое самое, что ни на есть, актуальное. И давайте к ней переходить. Это важно. Итак, сегодня после долгого-долгого ожидания российская футбольная премьер-лига разродилась календарем на ближайшие, внимание, всего лишь три тура. И это при том, что, в общем, составление календаря давно является очень серьезной проблемой для нашего футбола высшего уровня, подчеркиваю. И не буду здесь говорить, что это только проблема РФПЛ. Считаю, что в этой проблеме РФПЛ и клубы повинны в целом. И мы получили, во-первых, всего лишь расписание на три тура. Во-первых, серьезные сдвиги по сравнению с оригинальным проектом календаря, которые повлекут за собой серьезные проблемы для болельщиков. И целый ряд вопросов, которые мы можем задать уже сейчас. Только мне хотелось похвалить РФПЛ, которая довольно рано опубликовала календарь вот этих стартовых весенних туров. И действительно, люди запланировали. Те же самые спартаковские болельщики съездили в Краснодар, зная заранее, что игра состоится во столько-то в такой-то день. Респект. Только мы порадовались, как тут же долгое-долгое молчание. И вот сейчас опубликован календарь, ну, например, ближайшего тура. Подумайте, за 10 дней до его начала. Ну, в какие ворота это лезет. В центре столкновений идеологических по поводу этого самого проекта, уже не проекта, а уже сверстанного календаря, матч, центральный матч «Спартак-Зенит». Наш сегодняшний вопрос к вам следующий. Время начала интереснейшего матча «Спартак-Зенит» 20.00 в воскресенье. Ваша реакция и четыре варианта ответов. Первый. Я готов бойкотировать игру. Это издевательство по отношению к иногородним болельщикам, желающим посетить матч. Второй вариант. Я живу на востоке страны, и матч у нас начнется за полночь. Даже не смогу нормально посмотреть его по телевидению. Третий вариант. Отличное время для стартового свистка. Мне удобно. И четвертый вариант. Абсолютно без разницы, во сколько начинается такая игра. Надо идти или смотреть по телевидению в любом случае. Очень животрепещущая тема я вижу. Уже буквально 5 минут опрос висит на странице ВКонтакте. Уже свыше 700 человек проголосовало. Давайте послушаем прямо сейчас моего коллегу Дмитрия Сачкова. Вспомним, какие в целом проблемы с календарем есть в российской футбольной премьер-лиге. И далее перейдем уже к обсуждению проблемы. Вспомнить все. Скандалы с календарем в российском футболе зачастую идут в ногу со скандалами вокруг плохих полей. И в последние годы недовольных как травой на стадионах, так и расписанием матчей очень и очень немало. Как следствие, тема того, по какой же системе играть российским клубом осень-весна или весна-осень тоже по-прежнему актуальна. В декабре 2014 года тогдашний наставник Тульского арсенала Дмитрий Оленичев подверг критике составителей календаря. По мнению прославленного спартаковца, играть зимой оранжевыми мячами на отвратительных полях с повышенным риском получить травму это просто безобразие. Оленичев заявил, что чемпионат страны надо заканчивать не позднее 15 ноября. И с ним многие согласятся. Чаще всего составителям календаря достается за матчи в Сибири. Дабы не ходить далеко, вернемся в минувшую осень. Игра между Томи и Териком была перенесена из Томска в Грозный из-за непогоды. Внезапно выпал снег и стало холодно. Это вызвало бурю негодования в том числе у президента РФС. Виталий Мутков вполне резонно отметил, что если мы хотим играть в этом календаре, последние осенние туры нужно проводить на юге. В Махачкале, Краснодаре, Грозном или Ростове-на-Дону. Но с югом у нас тоже не все в порядке. Пару сезонов назад Ростов волею календаря оказался в очень странной ситуации, представить себе которую в любой европейской лиге просто не представляется возможным. Команда с берегов Дона два года подряд проводила целые серии матчей то на выезде, то дома. Как в хоккее. В 2013-м ростовчане играли первые три тура чемпионата дома в июле, когда в городе стояла невыносимая жара, а среди соперников была в том числе Томь. Или как вам четыре матча к ряду по маршруту Казань-Краснодар-Грозный-Нижний-Новгород. Мечта любого болельщика и футболиста. При этом ни о какой зеркальности кругов и речи не было, как и логике в составлении календарей. И несмотря на многочисленную критику, ВОЗ и ныне там. Ведь угодить всем невозможно. И недовольные все равно будут. Вспомнить все на все сто. Итак, Аню, вот еще раз для вашего перечисления, для вашего сведения главные проблемы российского календаря, российского футбола, который находится даже за пределом непосредственной игры в футбол. Хотя мы знаем, как все тесно взаимосвязано. И календарь, и организация процесса. Вот мы обсуждаем, мы много говорим. Нас, журналистов, часто призывают на самые такие ключевые люди в российском спорте, в футболе. Давайте больше позитива. Друзья, да откуда же его черпать-то? Этот самый позитив, когда мы на ровном месте создаем себе такое количество проблем. И лично я, как думаю, и прежде всего мои коллеги, как мои коллеги прежде всего ратуют за интересы болельщиков. Мы все выросли из болельщиков. Мы все когда-то начинали маленькими, в подростковом возрасте ходить на трибуны. Когда-то это было все равно. Хотя и тогда мы подгадывали свое расписание под школы, кружки, какие-то занятия, еще что-то, еще что-то. И понятное дело, что выходные дни здесь стоят особняком. Ты, конечно, к выходным готовишься прежде всего. И понятно, что сейчас мы смотрим на посещаемость континентальной хоккейной лиги. И мы видим, как в той же самой Москве на новые современные арены, а мы сейчас говорим в том числе о посещаемости новой современной арены Спартака, готовы приходить большое количество людей. выходные. В выходные посещаемость вырастает в разы. В удобное, подчеркиваю, время. Потому что у КХЛ есть такое авторитарное право. КХЛ действительно доминирует над клубами в хоккее. И это правильно. Клубы получают календарь и живут по нему. В российской футбольной премьер-лиге все получается по-другому. Мы якобы сетуем на то, что и начинаем винить РППЛ. Я не готов говорить о том, что именно руководство и там спортивный отдел РППЛ виноваты во всем и всегда. Потому что, на мой взгляд, и это очевидно, последнее слово остается нет ни за телевидением, нет ни за МВД, ну, наверное, это и справедливо, а за клубами, которые, во-первых, долго договариваются, во-вторых, ставят во главу угла не интересы даже болельщиков собственных клубов, а собственные интересы. Я думаю, что иногда даже каких-то отдельных людей или же вопросы суеверия, интересов команды, как футболистам удобно там пораньше уехать с базы, попозже улететь. Вот это все главное, но ни в коем случае не интересы болельщиков. Вы знаете, я думаю, тоже слышите, что руководители футбольных клубов с большим трудом идут на контакт именно касательно вопросов календаря, однако мы дозвонились до некоторых из них, и давайте прямо сейчас такие скупые, но тем не менее эксклюзивные все же комментарии словом генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву. Все клубы участвовали в обсуждении и, соответственно, голосовании за календарь. В любом случае нужен был компромисс, потому что понятно, у каждого свои пожелания. Если никто не будет идти на встречу, то невозможно будет календарь принять. Итак, все клубы, давайте попробуем понять. Роман Юрьевич нам говорит, все клубы участвовали, где-то были возможны компромиссы. Вот давайте даже здесь читать между строчек. Клубы участвовали, шли на компромисс, между собой, клуб клубу уступил, еще что-то. А где болельщики-то? Где сказано, что этот календарь мы делали для удобства болельщиков? Есть, в конце концов, два дня, суббота и воскресенье. Вы пишете в тот же ЦСКА, ну, пишет РФПЛ, понятное дело, объявляет на своем сайте РФПЛ о том, что игра против Краснодара, выездная, популярная, состоится в субботу 8 апреля. И сегодня болельщики ЦСКА получают, что игра состоится 9 апреля в воскресенье. Прямо сейчас у нас на связи один из болельщиков серьезно пострадавших от такого решения РФПЛ. Андрей, привет. Добрый вечер, Дмитрий. Андрей, расскажи, пожалуйста, как ты планировал поездку в Краснодар и что получилось после сегодняшнего решения, после публикации сегодняшнего календаря РФПЛ? Изначально мы посмотрели на официальном сайте, была дата 8 апреля и в связи с тем, что мы всегда берем билеты заранее, собрались с друзьями и билеты эти взяли. Причем звонили в клуб, все абсолютно все подтверждали, что матч будет 8-го. И только сегодня мы узнаем, что матч будет 9-го, перенос РФПЛ, РФС, непонятно как, перенесли этот матч на 9-е число. И какая проблема? Как вы взяли билеты? Что теперь получается? Проблема в том, что из Краснодара мы вылетаем в 18-30 обратно, а матч 16-30. Что будешь делать? Перебивать билеты однозначно. Ну, то есть лишние траты? Да, конечно. Все благодаря некомпетентности вот этих футбольных чиновников. Спасибо большое. Андрей, болельщик ЦСКА, у нас на связи. Вот вам, пожалуйста, реальная история того, как календарь и его составители своей заторможенностью бьют по интересам реальных болельщиков. Вот кто-то сейчас из фанатов ЦСКА, долго ждавших поездки в Краснодар на новый стадион, посмотреть, мы видели, какой ажиотаж был у спартаковских болельщиков, несколько тысяч армейцев тоже поедут. В итоге мы получаем, что кто-то потратит лишние деньги сейчас, а покупать билет, новый билет в один конец в конце недели, ну, это сумма для простого человека, да? А кто-то, возможно, просто ему придется уехать с середины первого тайма, просто там, что называется, зачекинившись на стадионе Краснодара. И все, а дальше никакой игры по телефону, по интернету, по радио, слушай, и все, а игру ты не посмотришь просто потому, что надо успевать на самолет. Вот какие проблемы мы получаем. Есть у нас еще несколько мнений, продолжайте писать, это спорт.фм, проект на все сто, в первые полчаса обсуждаем катастрофическую систему составления календаря в элите российского футбола. послушали генерального директора ЦСКА, который говорил о компромиссе клубов. Теперь слово генеральному директору тульского арсенала Дмитрию Балашову. Все в порядке. Перед этим туром с нами связалась лига и попросила матч со 2-го числа на 1-е перенести. Мы согласились, потому что для нас, для болельщиков, это более удобно. Суббота 17-30, чем воскресенье 19, как было изначально назначено. Вот мы дали добро и нас переназначили. То есть у нас проблем никаких нет. Ну вот, например, Арсенал, да, вы посмотрите, да, тоже популярная команда. Здесь действительно иная ситуация. Домашняя игра с Томью в субботу в 17-30. Удобно, вопросов нет. Далее Арсенал играет на выезде в субботу в 16-30 и игра тоже статусная с Локомотивом в воскресенье в 17-30. Думайтесь, игра Арсенал-Локомотив, которая тоже наверняка соберет аншлаг в Туле, в удобное тульское время играется. И следом Спартак-Москва-Зенит в 20-0-0. Ну, мне кажется, это просто кошмар. Напомню, вопрос у нас как раз посвящен теме Спартака и Зенита. Сейчас слово еще одному генеральному директору, представитель Уфы Шамиль Газизов, который буквально час назад на эту же тему отвечал моим коллегам в эфире программы «100% футбола». Вообще, все расписание вначале делается. Мы вместе голосуем и потом, естественно, происходят корректировки. Это когда клубы играют в Еврокубках, все с пониманием к этому относятся. И сейчас, почему корректировки идут, это, естественно, клубы, которые будут участвовать в полуфинале Кубка. Попытаемся в какой-то там моменте, но все происходит и все нормально, мне кажется. Ни у кого проблем не возникает. Ну, конечно, у клубов проблем не возникают. Теперь мы будем, значит, ради того, что у нас есть четыре клуба, которым придется сыграть два раза за неделю, двигать все расписание. Ну, мне кажется, кошмар, кошмар, да и только. А так, конечно, у клубов все в порядке. Это самый главный вывод, который мы делаем. У клубов, у команды, у тренерского штаба, у игроков все в порядке. Подумать чуть дальше, проследить логистику. За это не футболисты должны отвечать, за это должен родить менеджмент, не безразличный к своим болельщикам. А у нас, по сути, люди, которые думают только о себе и только об интересах команды, и все. А клуб не развивается, потому что плюет на болельщиков. Сегодня же у нас в эфире был наш знаменитый нападающий, лучший бомбардир в истории сборной Александр Киржаков. Ну, мы тоже спросили футболиста, а вот что он думает о времени начала игр в российской футбольной премьер-лиге? Ну, от нас тоже ничего не зависит. Нам сказали, во сколько играть, во сколько мы играем. Я за то, чтобы все игры проходили в то время, которое комфортно для болельщиков. Но, к сожалению, наверное, у нас сейчас на первом месте телевидение, и они уже выбирают я бы пошел на этот матч. Это вот так отвечает Александр Киржаков, игрок «Зенита», что он пошел бы на матч «Спартак-Зенит» в 20.00. Что отвечаете вы? 5-5-3-3. В начале слово «Спорт», «Вайбер», «Ватсап», 8-9-2-5-2-2-2-2-2-93-2. Напоминаю, у нас опрос ВКонтакте. Время начала интереснейшего матча «Спартак-Зенит» в 20.00 в воскресенье. Ваша реакция? 47% считает, что абсолютно без разницы, во сколько начинается такая игра, а надо идти или смотреть по ТВ в любом случае. Обратите внимание, 47%. 24% еще считает, что это отличное время. То есть мы набираем в районе 60-70%. Но ведь целых 30% категорически не согласны. 21% готов бойкотировать игру. Еще я специально, мы добавили здесь вариант ответа про жителей востока страны, у которых матч начнется за полночь. Это же просто катастрофа, что люди накануне рабочего дня будут вынуждены, ну, либо проводить бессонную ночь, либо просто на утро смотреть какие-то хайлайты и пропускать интереснейшую, одну из ключевых игр в плане борьбы за чемпионство. Сегодня же, как вы знаете, президент РФПЛ Сергей Пряткин, отвечая коллегам из агентства «Эрспорт» на тот же самый вопрос, ответил, что позднее начало матча «Спартак-Зенит» связано с проведением финала Кубка Гагарина. Действительно, в этот день будет сыграно один из матчей финала Кубка Гагарина, и он запланирован на 17-0-0. Напомню, вот вам КХЛ, все готово. И дальше цитирую, опять же, Пряткина, нас очень просили начать позже, если бы это был полуфинал или четвертьфинал, это одно, но это финал, хоккеисты очень попросили полчаса времени, телевизионное вещание, только из-за этого. Мы понимаем, что кому-то создадим неудобства, но у нас хоккейные и футбольные болельщики многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять. Боюсь, Сергей Геннадьевич, вы все-таки не слишком внимательно следите, хоккейные и футбольные болельщики довольно серьезно отличаются. Теперь у меня, внимание, вопрос. Хоккеисты попросили футболистов передвинуть матч на попозже, а что теперь? Футболисты попросят хоккеистов сыграть без овертайма? А вы представляете на секунду, что будет, если в условном финале с КАМ Металлург-Магнитогорск, ну, представим, что фавориты фавориты выиграют, да, и играются до овертайма, а то и до второго. А ведь по закону подлости так наверняка и произойдет. Либо мы чего-то не знаем. И именно в этом матче обязательно будет решена судьба встречи в основное время. Ну и, наконец, главный вопрос. Окей, финал Кубка, нет, тут пишут финал конференции, нет, уже в этот день, когда играют «Спартак», «Зенит» будет, финал Кубка Гагарина, 16 апреля, один из решающих матчей, да? Ну, самый главный вопрос, а что у нас с субботой случилось, а? Что произошло с субботой? Почему же эту игру нельзя было назначить на субботу, на удобное время? Да хоть бы и вечер там, ладно, субботний, но почему же только так? Прямо сейчас давайте обсуждать с нашим экспертом также эту тему. Идем в стык. У нас на связи бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе. Роман, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот ваше, прежде всего, экспертное мнение, все сейчас обсуждают. Вот два матча «Спартака». «Спартак» идет к чемпионству. Один из домашних назначен на понедельник, другой назначен на вечер воскресенья. Это против «Зенита» и в 20.00. Вы считаете, все нормально? Ну, я не считаю, что все нормально, но я бы не уходил, не хотел, если честно, уходить в эту плоскость. Я объясню, почему. Потому что ни «Спартак», ни «Зенит», наверное, недовольные, либо другой клуб, не могут быть довольны тем графиком, который выстраивается. То есть у нас налицо с вами из года в год, хотя «Лига» и консультируется с клубами, но «Лига» не может угодить всем клубам. И повторюсь, что для меня лично налицо провал в коммуникации между основным телевещателем. кто платит деньги лиги, и в частности клубам, это основной телевещатель «Матч-ТВ», который должен вместе с «Лигой» выработать четкий, понятный механизм, заранее обосновав все свои критерии выбора, все общественности и непосредственно клубам, так как он является основным телевещателем. Вот для меня здесь явный провал в коммуникации, и те люди, которые от «Матч-ТВ» должны отвечать за коммуникацию и вырабатывать заранее эти механизмы, я думаю, что они провалили с должным образом эту работу. Теперь можно уходить уже в частности и непосредственно говорить о том, что да, такие матчи, наверное, нежелательно ставить на такие дни и такое время, как «Спартак», играет с «Зенитом», либо любой другой клуб, возьмем «Грант», который борется как минимум за Лигу Европы и максимум за попадание в Лигу чемпионов, естественно, болельщикам и зрителям хочется видеть свои клубы в то время, которое им более удобно. Я думаю, что здесь споры никакие неуместны, вы со мной согласитесь в том, что трансляции, хотя я цифры не знаю, но я так думаю, пока не мере, что трансляция, общий рейтинг, да, и доля, либо рейтинг показов матчей «Спартака», «Зенита», да и вообще, наверное, футбольных клубов любых, кроме нижней восьмерки, самой нижней восьмерки, я думаю, что намного выше, чем хоккей или что-либо еще. Поэтому вот в целом так. Роман, спасибо за подробный ответ, но и все-таки еще один вопрос. Будущность свою, генеральным директором вы участвовали в обсуждении календаря? Естественно, клубы собираются заранее на общем собрании премьер-лиги, обсуждают определенные вопросы. Но я еще раз повторюсь, не смотрим в это, потому что это не есть суть проблемы, потому что лига не может угодить каждому клубу. Всегда один или тот другой клуб будет чем-то недоволен. Поэтому здесь выходит, как в любой нормальной европейской, латиноамериканской, американской стране основной телевещатель, который платит за это деньги, он устанавливает правила игры, потому что только он обладает всеми необходимыми цифрами по рейтингу передач и создает условия для телезрителей удобства. То есть заинтересованная сторона не меньше, чем сама лига. Клубы будут всегда чем-то недовольны. Вы, как генеральный директор, какое время лоббировали для домашних матчей Спартака? Как вы считаете, как Спартаке считают, считали, что самое удобное для домашних матчей? Ну, естественно, каждый клуб борется за свои интересы, и тем более Спартак – это самый популярный клуб, да, с точки зрения и походов на стадион, с точки зрения телезрителей, которые смотрят матчи. Естественно, это вечер. в зависимости от дня здесь тоже очень много зависит. Либо это пятница, либо это суббота, либо это воскресенье. Естественно, все лучше делать, показывать ближе к вечеру, но если мы говорим, например, о воскресенье, то слишком поздно делать нельзя, потому что понимаем, что многие болельщики возвращаются и в Московскую область, ходят электрички, и понятно, что ходят с детьми. То есть, грубо говоря, если мы говорим про воскресенье, идеальное время – это не позднее, чем 19.00. Роман, спасибо большое. Спасибо большое, Роману Асхабадзе. Мы говорим, бывший генеральный директор «Спартака», человек, который участвовал в составлении календаря. Вот нынешние директора, нынешний менеджмент клубов РФПЛ довольно сложно идет на контакт. Поговорили хотя бы с бывшим генеральным директором, который считает корнем проблем интересы и лоббирование своих интересов со стороны основного телевещателя, то бишь, матч-ТВ. Ну что же, тоже мнение. Огромное количество мнений, сообщений с вашей стороны и из Германии приходят и из других стран. Почему не субботы? Естественно. На такой матч с удовольствием сходил бы сын, а будет суперфутбол, но даже не говоря о стоимости. Живу на юге Московской области, до «Спартака» ехать часа два, после матча, в лучшем случае, дома буду в полночь, помыть ребенка, поесть, соответственно, ранее часа можно лечь спать. Утро понедельника, работа, сын в садик, подъем в 6.30, и только на футбол не идем, ребенок не посмотрит. Вот такое сообщение в концовке этого полчаса зачитаю. Продолжайте писать, продолжим обсуждать и эту тему, и вспомним вчерашнюю по поводу стимулирования «Зенита» и «Локомотива» сразу после новостей. Если говорить о количестве часов сна, то для каждого индивидуально есть свое количество часов сна, за которые вы можете восстановиться. И это зависит от большого количества факторов. Это может зависеть от времени года, это может зависеть от количества стресса, физической нагрузки, которая в данный момент оказывается на организм. Таким образом, учитывая все эти факторы, вы можете понять, сколько часов сна вам оптимально для восстановления. Времена года также влияют на количество часов. Летом хочется спать меньше, зимой хочется спать больше. И иногда действительно нужно дать себе поблажку и поспать больше 10 часов. Иногда хватает 4-6 часов для того, чтобы полностью восстановиться. Соответственно, необходимо, во-первых, максимально увеличивать качество сна. Это можно делать, во-первых, правильной подготовкой ко сну, расслабляться, выключать все мобильные устройства и гаджеты. И делать различные физические упражнения за 2-3 часа, то сна помогает перейти сразу к более глубоким фазам сна. И также правильно организованное пространство помогает лучше восстановиться. И простые советы, это чтобы воздух циркулировал правильно, постельное белье было комфортным, дума не было постороннего, телефон был всегда выключен, никто не мог побеспокоить. Все эти параметры тоже влияют на качество сна и на глубину сна. Ирина Зеленкова, ведущий специалист инновационного центра ОКР, кандидат медицинских наук. Рекомендации лучших специалистов страны в области профессиональной подготовки спортсменов слушай каждый день на Спорт.ФМ. Город, город, герой. Один город, один чемпион. На Спорт.ФМ. Город, Москва. Герой. Глеб Гальперин. Прыжки в воду. Двукратный призер Олимпийских игр. Двукратный чемпион мира и Европы. Чемпион России. Президент Федерации прыжков в воду города Москвы. Мой родной город Москва. Очень приятно, что парки реально у нас заполнены людьми, которые занимаются самыми разными видами спорта и массовыми. Катаются на коньках, на каких-то скейтах, на каких-то разных штуках. Я даже не знаю, как они там называются. И поэтому я считаю, что Москва это по-настоящему спортивный город и спортивная столица не только России, но и мира. Москва и Глеб Гальперин. Город в пяти метрах от берега. Его вытащили из воды и доставили на станцию, где оказали первую помощь. Отмечается, что от госпитализации он отказался и уехал домой. Ведомство уточнили, что гражданин по льду пытался перейти водохранилище. На нефтехимарине в Нижнекамске установлен мемориал, посвященный Сергею Гимаеву, сообщает официальный сайт клуба. Заслуженный тренера России и многократный чемпион СССР умер в субботу на 63-м году жизни. Его память почтили тренеры и хоккеисты, нефтехимика и реакторы, а также болельщики. Сергей Гимаев был похоронен сегодня на Новолужинском кладбище в подмосковных Химках. Групп был опущен под гимн России оружейные выстрелы роты почетного караула. Большую часть хоккейной карьеры Гимаев провел в ЦСКА, в составе которого стал девятикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны. Широкую известность он приобрел как авторитетный эксперт и телекомментатор на различных телеканалах освещал крупные хоккейные события. Это пока все новости. Мария Деева, все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм. Теперь ситуация на дорогах. По данным портала Яндекс.Пробки движения в Москве сейчас затруднено. Общая ситуация оценивается в 6 баллов из возможных 10. Самая длинная пробка на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Кутузовского проспекта до Шереметьевской улицы. Скорость потока там 7 км в час и время проезда полтора часа. 45 минут потеряете на Щелковском шоссе 13 парковая улица до поворота на поселок Восточный. Внешняя сторона МКАД стоит от Боровского шоссе до Профсоюзной улицы. Потеряете там 40 минут. Стоит также Ломоносовский и Нахимовский проспект. С голубого ручейка начинается река, ну а утро начинается с улыбки. Новое 100% утро на Спорт.ФМ. Каждый день в 7 утра Александр Боярский, Роман Вагин, Эмма Гаджиева. Новые ведущие, новый сезон, новое платье у Эммы. Они пришли, чтобы разбудить этот мир. Новое 100% утро только на Спорт.ФМ. На все 100 с Дмитрием Дерунцом. Мы продолжаем этот проект на все 100. Вы слушаете Спорт.ФМ. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Большой интерес вызвала наша первая тема, тема календаря Российской футбольной премьер-лиги. И хоть сейчас мы заявляем тему новую, не могу не прочитать некоторые ваши сообщения. Дмитрий, ладно, Дерби вечером в воскресенье. Ну, Спартак, Зенит, вы Дерби называете не очень справедливо. Ну, ладно, не будем сейчас обращать внимание. Но почему Ростов-Краснодар в понедельник вечером? Бред какой-то, Артем. Ну, это тоже вы абсолютно правильно показываете. Спартак-Оренбург параллельно Ростов-Краснодар в одно и то же время по сути два самых интересных матча следующего, ну, скажем так, тура без громких вывесок, да, там есть потенциально хорошая игра Рубин-Зенит, конечно, но все-таки такого прям уж блокбастера нет. Но явно Южное Дерби. Тут меня спрашивали по поводу того, читал ли я статью коллеги Дмитрия Егорова, теперь партнера по эфиру по понедельникам. Конечно же, читал несколько проблем выделил Дима и полностью я с ними согласен. Вот, конечно, Ростов-Краснодар это важнейший, важнейший момент. Только-только мы начали Южное Дерби промутировать каким-то образом, да, у нас было Краснодарское Дерби, теперь Кубань вылетела, наоборот, большое внимание клубам, которые далеко прошли в турниры дальше всех в Еврокубковом турнире и мы засовываем их на понедельник. Никаких предпосылок к этому нет. Спокойно распределите по выходным матчам, разнесите эту игру с матчем Спартака, сами знаете, сколько в регионах болеют за Спартак, сколько людей, которые поддерживают там тот же Ростов, тот же Краснодар, в том числе болеют и за Спартак и хотели бы эту игру понаблюдать. Сами у себя отбираем болельщиков, здесь я с вами полностью согласен. Календарь наших чемпионатов давно набила оскомина, каждый год одно и то же, все эти люди по-прежнему на своих местах. Дмитрий, проблема для нас, вот просто мне очень интересно было написать, и вот нас слушает Санкт-Петербург все больше, вот болельщики Зенита, вам, как это время, те, кто собирается на игру со Спартаком, очень интересно ваше мнение, послушайте, пишите, вайбер ватсап 892522222932 Спорт.фм обсуждаем тему календаря. Дмитрий, проблемно для нас, для болельщиков из регионов, мы 25 человек собирались на матч Спартак-Зенит из Орла, но в связи с переносом многие отказались, так как вернемся под утро, в понедельник на работу, Александр Орел пишет. Обратите внимание на матч ЦСКА Спартак, который запланирован на 29 апреля, пока не дата, не времени, а там майские праздники. Как планировать каникулы, Сергей? Мы еще дождемся, что он на 1 мая его поставит, да? Ну нет, думают на 1 мая в связи с демонстрациям в столице, конечно, не поставят, но да, я с трепетом и тревогой Сергея жду, когда опубликуют время этого матча. Живу в Питере, матч в 20.00 воскресенье, как на выезд ехать? Вот, Санкт-Петербург отвечает, реагирует быстро, тоже хотел купить билеты на самолет, но не решился, купил билеты на поезд, их хотя бы сдать можно. Потом мы жалуемся, что нет посещаемости Премьер-лиги, а вот из таких мелочей складывается отношение к российскому футболу в воскресенье уже нет возможности сходить на матч Спартак-Зенит, и это при том, что Андрей, который нам это пишет, живет на юго-востоке Москвы. Еще просто несколько, живу в Сибири, плюс 5 часов от Москвы, буду смотреть матч, но не знаю, как утром буду себя чувствовать. Соответственно, еще были мнения по поводу Михаил Мурманск, еду, вылетаю назад 23.25, на работу 8.00, но Спартак не про меня. И вообще предлагали, чтобы болельщики ЦСКА по поводу переноса матча с Краснодаром скидывались все вместе. Много пишут, а зачем днем в Пасху? Друзья, ну кто же заставляет-то в Пасху проводить эту игру? Да, 16 апреля Пасха, ну с игра 15-го. Вообще в Пасху по минимуму матчей бы поставить, нет? Календарь загружен по полной программе. Тему эту не оставляем, но вспоминаем вчерашнюю и развиваем ее по новой. Это важно. Итак, друзья, накануне мы в нашей теперь уже про-спартаковской программе по понедельник. Напоминаю, мы с коллегами Максимом Лоназаровым, Дмитрием Егоровым обсуждаем, Спартак чемпион или нет. Они за, я против. Боремся с вашим привлечением мнения. Жарко дискутируем. Накануне в эфире Михаил Боярский, Денис Глушаков, Александр Сапета. Хорошее эксклюзивное интервью. Весело, бойко. Максим Лоназаров в том числе в интервью в нашем телефонной беседе из Краснодара сказал о том, что на тему, на шумевшую тему стимуляции зенитом всех соперников из Спартака, о том, что якобы, да, уже локомотив даже за ничью получил какие-то средства. В частной беседе, не будучи официальным представителем от своего места работы, высказал предположение, на которое очень достаточно оперативно и, главное, синхронно отреагировали внезапно, очень жестко клубы «Локомотив» и «Зенит» ближе к полуночи выступив, ну, не с совместным заявлением, но минута в минуту два заявления оказались от генеральных директоров Митрофанова и Геркуса и в итоге, ну, в общем, коллега под серьезным прессингом сейчас находится и хотелось бы просто от лица, скажем так, журналистского сообщества и просто как товарищ пожелать все-таки, чтобы у Максима все было хорошо и в данном случае, чтобы руководство спортивной редакции агентства «ТАСС» проявило выдержку и защитило своего одного из лучших сотрудников, который выступал в данном случае как частное мнение, как просто журналист, а не как представитель «ТАСС». Ну и вам вопрос. Вчерашние слова нашего коллеги Максима Лоназарова вызвали бурную реакцию в стане «Зенита» и «Локомотива», а вы верите, что клуб из Петербурга готов финансово стимулировать соперников «Спартака» даже за ничью? Три варианта ответов. Да, и это нормально. Второй вариант. Да, и это плохо. И третий вариант. Не верю. Нет никаких доказательств. Собственно, как выступили и футболисты, представители клубов «Зенита» и «Локомотив», объявив, что нет никаких доказательств и что это полная выдумка. Прямо сейчас давайте послушаем, а как там за рубежом происходит вот этот вопрос финансового стимулирования соперников от сильных клубов. Есть ли такая проблема вообще? Там, где нас нет. Для многих стимулирование соперников конкурента клуба вещь, мягко говоря, непонятная. Ведь смысл профессионального спорта и так в том, чтобы выходить и побеждать. Зачем платить за это дополнительно? А если еще и учесть уровень зарплат футболистов, тем не менее такая сторона футбола существует, причем не только в России. В чемпионате Украины в размере денежных выплат небольшим командам соревнуются два ведущих клуба страны «Шахтер» и «Динамо». Президент киевского клуба Игорь Суркис в открытую заявляет, что стимулирует всех соперников донецкой команды в чемпионате страны. Причем деньги можно получить не только за победу. Например, «Динамо» обещала 400 тысяч долларов черноморцу за ничью с «Шахтером». Что ж, неплохой источник дохода для условной ворсклы на фоне разборок больших клубов. В большинстве европейских чемпионатов стимулирование соперников третьей стороной если и есть, то не столь явное и открытое, как в той же Украине. А дополнительные денежные мотивации там особо не распространяются. Более того, в некоторых странах с ней вполне конкретно борются. Например, в Румынии. Несколько лет назад с клубов «Стяо» и «Университате» было снято 7,6 очков соответственно. Поводом послужило то, что перед последним туром национального чемпионата президент бухарестского клуба предложил руководству университате почти 2 миллиона евро за победу над прямым конкурентом «Стяо» ЧФР. Это позволило бы столичной команде стать чемпионом Румынии. В итоге, помимо лишения очков, клубам влепили денежные штрафы и дисквалифицировали их президентов на два года. О стимулировании соперников Барселоны и Реалом писали много лет назад и продолжают это делать по сей день. Приводятся даже конкретные цифры, но доказать или подтвердить никто ничего не может. Очевидно, что так или иначе подобные разговоры будут продолжаться и впредь в самых разных чемпионатах, особенно в преддверии решающих туров. Примеры финансового стимулирования обсуждаем мы во втором получасе проекта «На все сто» на волнах «Спорт.ФМ». Меня зовут Дмитрий Дерунец и напоминаю, что у нас для вас есть опрос на нашей страничке ВКонтакте. Верите ли вы, что клуб из Петербурга «Зенит» готов финансово стимулировать соперников «Спартака» даже за ничью? Вот накануне руководство «Зенита» в том числе выступило с категорическим опровержением информации от коллеги Алла Назарова. Но если верить болельщиками, смотреть на их ожидания, скажем так, то верят и это плохо. 42 процента. 34 процента голосуют на нашей страничке ВКонтакте, что да, верят, что клуб «Зенит» готов финансово стимулировать и это нормально. И лишь 23 процента не верю, нет никаких доказательств. Продолжайте голосовать после небольшой рекламы. У нас на прямой связи представитель портала «Лайв.рум», который первым и опубликовал информацию о возможном финансовом стимулировании соперников «Спартака» «Зенита». Реклама Выбирайте свою цель. «Тойота» создаст условия для ее достижения. Только с 18 по 31 марта 2017 года во всех дилерских центрах «Тойота». Станьте обладателем «Тойота Королла», «Тойота Камри» и «Тойота РАВ-4» на специальных условиях. Предложение ограничено количеством автомобилей. Подробности акции на сайте «Тойота.ру» в салонах официальных дилеров «Тойота». «Тойота». Легендарное качество. Плей-офф чемпионата континентальной хоккейной лиги. Каждый матч – битва. Каждая битва – зрелище, которое нельзя пропустить. Каждая игра – борьба за кубок Гагарина. Плей-офф не оставляет права на ошибку. Смотрите кульминацию хоккейного сезона на телеканалах «КХЛ-ТВ» и «КХЛ-ХД», а также на «Видео.кхл.ру» и в официальных мобильных приложениях «КХЛ». «Ноль плюс». Мы изучили процесс трения в современных двигателях и совместили в моторном масле «Матюль» 8100X-Клин FE5V30 безупречную защиту от износа и топливную экономичность. Это наши опыты знания. Больше информации на «Матюль.ком». «Шестнадцать плюс». Скачай обновленное мобильное приложение от «Чемпионат.ком». Твой персональный взгляд на спорт в индивидуальной новостной ленте. Создай свой чемпионат. Категория «18 плюс». Оторваться от земли, обогнать ветер, отправляйтесь в яркие путешествия за рулем кроссовера «Сузуки СХ4». Только в марте «Сузуки СХ4» с выгодой до 90 тысяч рублей и пятилетней гарантией. «Сузуки СХ4». Большие планы на весну. Приложение ограничено, не является публичной офертой и действует по 31 марта 2017 года. Подробности на «Сузуки Девизмотер.ру». «Спорт. Спорт. 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 Будь первым». «Спорт. ФМ». «Спорт. ФМ». «Будь первым». «Спорт. Спорт. 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 Сп В понятном виде, учитывая, что целый ряд проблемных таких матчей, ну или скажем наоборот, может быть центральных матчей, поставлен на довольно странное время. И по-прежнему огромное количество общений именно на эту тему. Не могу, честно говоря, даже от них отказаться, прежде чем мы вернемся ко второй теме. Вот нам болельщик Егор пишет. Добрый вечер, планировал эту поездку на футбол с дочкой. Мы из Владимира, просто до слез обидно. Сложно и будет объяснить отказ от поездки. Придется жену уговаривать, чтобы в школе отпросить. У нас, в кавычках, все для людей делаете. Егор пишет, но такие, вы знаете, жизненные, трогательные истории. Мы просто можем набрать огромное количество этих историй просто из сегодняшних ваших сообщений. Я не могу мимо жизненных историй вот так вот пройти. Владимир Зотов из Волгограда предлагает ввести конкурс на самый лучший календарь. Но пусть играют для себя без болельщиков. И когда поймут, откуда доходы идут, пересмотрят свое мнение. Пока футбольные клубы будут пилить деньги государственных компаний на болельщиков, будет наплевать. Предлагаю болельщикам «Спартака» и «Зенита» игнорировать эту игру. Это бардак. Хотел взять ребенка и ехать на электричке. Теперь придется на машине. Это не очень удобно, дорого, но вечером безопасно и быстрее. У другого выбора нет. Александр нам пишет. Вы посмотрите, сколько в ваших сообщениях мелькает именно детских историй. То есть, когда вы хотели взять с собой на футбол прежде всего ребенка. И, само собой, мы говорим о том, что сейчас... И, кстати, многие клубы этим обеспокоены, что именно фанатское движение... Ну, прежде всего, да, кто-то приводит, да, какие-то папы, родители, да, детей на трибуны, еще что-то. Но кто-то приходит сам, начиная дружить в школах, еще как-то. И поэтому... Поэтому не получается. Просит меня, да, дело не в позднее время начала, в том, что календарь перекраивается по ходу сезона, а не утверждается заранее. Дмитрий, мне кажется, вдуматься в составление календаря бесполезно. Я считаю, что необходимо создать календарь не на три тура, а на весь сезон сразу. Дмитрий, не станут о нас, болельщиках, думать. Может, только в последнюю очередь. Поэтому воспринимаю календарь как погоду и приспосабливаюсь к ней. Что не увижу, спасибо интернету, посмотрю по компьютеру. Всех благ, пишет нам Яна. И футбол, и в хоккей руководители Санкт-Петербурга, они подстраивают все под себя. Не думаю, что здесь. Представьте, во сколько выйдут со стадиона, спартаковского стадиона, болельщики «Зенита». В этот раз. То есть игра закончится в 10. Уверен, что будет полный стадион. Несмотря, конечно, на что такой матч соберет, безусловно, аншлаг. И думаю, что болельщики «Зенита» покинут трибуны где-то в районе половины 12-го. И, конечно, это еще то время. Ну да, ночных поездов, вообще связь между Москвой и Петербургом, она довольно легкая, крепкая. Но, в общем, что делать. Давайте вас еще послушаем. 2760-932, 2761-932, код города Москвы, 495. Звоните, напоминаю, вопрос календаря РФПЛ. В первую очередь, ну вот он нас даже как-то так затмевает. Ориентируемся мы по ходу эфира. Затмевает вторую тему, потому что очень много историй. И, конечно, хочется еще раз услышать, может быть, мы с вами донесем до руководителей футбола, которые нас слушают, что, безусловно, надо оглядываться на болельщиков и ориентироваться, не просто оглядываться, ориентироваться на болельщиков. И только тогда наш футбол станет лучше. Ваше слово. Алексей до нас дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Алексей, слышу вас. Первое, я хотел сказать, что всем болельщикам угодить нельзя. И для того, чтобы угодить болельщикам вроде Востока, это надо начинать матч в первой половине дня. Второе, это то, что у нас вообще есть канал на футбол, который стремится показывать все матчи. Я удивляюсь, что даже в прошлом туре два матча в 16.30 пали. Вот у меня есть с этим предложение, как вы на него смотрите, чтобы было 8 слотов. В пятницу 8 часов, в субботу в час, полпятого в 7 и... Алексей, Алексей, я понял ваше предложение, спасибо большое. Я против, я вообще не понимаю, зачем разносить. Кто в нашей стране смотрит весь российский футбольный премьер-лигу, каждый тур, каждый матч? Я таких людей не знаю. И вы понимаете, в ближайшем туре единственные два матча, которые стоило развести по времени, мы получаем в одно время. В 19.30 в понедельник. Спартак-Оренбург и, соответственно, Ростов-Краснодар. Вы понимаете, вот это, пожалуйста, создайте. Вот есть традиционное время, допустим, помните, там в 90-е в Италии было 6 часов, сейчас это 5 часов времени. Ну просто оно и так для России двигается сейчас. Вот в конце марта время опять поменяется по сравнению с Европой, да. И оно для нас изменится, да. Но все равно большая часть матчей тура играется одновременно в Италии, в Испании, в Англии. Традиционное трехчасовое время футбольное. Всегда есть время, к которому ты приучиваешь болельщику. И большая часть, большую часть своих игр, твой клуб. Ну, допустим, сколько туров у нас в Англии? 38, да. Ну, я думаю, что даже ведущие клубы, как минимум половину игр проводят в это самое традиционное субботнее дневное время, к которому приучены поколения болельщиков. А тут мы получаем, все пляшут. Зачем? Во имя какого-то непонятного интереса. Непонятного интереса, что кто-то у нас смотрит каждый матч. Да кто же это такие? Кроме, наверное, судейского комитета, который отсматривает работу судей или тренеров-селекционеров. Спокойно перекрещивайте матчи. Болельщики найдут возможность смотреть матчи своей любимой команды. 276-0, 93-2, 276-1, 93-2. Кот города Москвы, 495. Еще Алексей, здравствуйте. Дмитрий, добрый вечер. Да, добрый вечер. Я немножко выступлю оппонента, но очень быстренько. По поводу матча «Спартак-Зенит». Не самого матча, а времени начало. Вспомните 14 августа 2015 года. «Спартак-ЦСК». Пятница. Начало матча было 21-30. Все приехали, все посмотрели. Все было великолепно. Поэтому я не вижу никакой проблемы в 8 часов. Алексей, услышал вас времени не так много. Вот в том-то и дело, что если мы даже посмотрим на наш опрос, вроде бы будет выглядеть это все таким образом, что проблемы нет. У нас действительно 40% считают, что нормально, что вообще в любое время такой матч надо смотреть. 20% в такое время устраивает. Но вы поймите, это только половина. Если мы сейчас будем ориентироваться исключительно на время Москвы, да, заполнят стадион. И в такое время заполнят стадион. Но дело-то не в этом. Что-то все равно мы думаем исключительно об узкой части людей. Ну хорошо, о половине людей. Но это всего лишь половина. Мы должны идти в интересах, работать в интересах, ну хотя бы 80% болельщиков. Ясное дело, что всем не угодишь. Но тут не угождается как минимум половине. Прямо сейчас в студии мой коллега Артем Дроздов, который на футбол, может быть, и редко выбирается. Но, тем не менее, свое мнение на этот счет имеет. Тем, привет. Аминь, привет. Я просто хочу сказать, что кроме как в 8 вечера воскресенья этот матч проводить нельзя. Потому что болельщиков много, любителей футбола много. Но православных христиан еще больше. Так. Пасха в воскресенье, друзья мои. В субботу играет в 16.30 ЦСКА с Ростовом. И дальше вся милиция нашего города будет сосредоточена вокруг храмов, церквей и подготовка к креслому ходу. Поэтому просто работать будет некому. Смотри, согласен полностью. Мы уже договорились о том, что ЦСКА и Спартак не будут играть вместе в один день. Да, это сложно. Но, тем не менее, почему тогда не поменять местами? ЦСКА-Ростов явно менее ажиотажный матч, нежели Спартак-Сенит. Здесь, я думаю, что вариант есть. Ну, а почему не раньше восьми воскресенья? Потому что, ну, представь, да, там гигантский Митинский некрополь. И все автобусы как раз идут от станции Тушинская. Ну, уже к восьми вечера все вот эти вот празднования, посещение, так сказать, кладбища закончится. Итем, коротко, что у вас? А у нас сегодня, возможно, появилась такая информация о том, что наши телезрители останутся без трансляции матч Куб Конфедерации. Топ-спорт совсем скоро, через несколько секунд. Творческий. Вот так и мы раз за разом переворачиваем календарь, а там одно и то же проблема и полное нежелание проявлять простейшее уважение к болельщикам. Пока не сменим пластинку отношений, так и будем жить в вечном дне антифутбольного сурка. На все сто процентов. Счастливо. Матч за шестьдесят секунд. Матч девятого тура чемпионата России по футболу сезона 2016-17. Зенит «Спартак». И звучит стартовый свисток в этой игре. Дает его главный арбитр матча Сергей Иванов из Ростова. Зюба отлично освобождается от двоих соперников передачи к центру. Игра рукой. Пенальти, пенальти, да, да, конечно. Вроде Ещенко и не спорит, но это глупость страшнейшая. Было время убрать руку. Не, ну какое-то что, он летел как на пожар. Слушай, тогда пенальти нельзя назначать. В общем, катился, катился и прикатилось все к тому, что бьет пенальти. Доминик Кришта, да. От штанги, от штанги. Винси Промес 35 метров до ворот ошибается. Один-один. Ну вот, пожалуйста. Московский «Спартак» сравнивает. Опять перед собой отбил, да? Да. Молодец большой. Он хотел мяч зафиксировать, но не вышло. Ну, ничего страшного, это же Ладыгин. Сальваторе Бакетти. 40 метров человек бьет Юрий Ладыгин. Какой кошмар. Слушай, Зенитов пора менять вратаря. 2-1 делает счет Зенит. Прострел на Артема Дзюбу. И привет защита «Спартака». «Спартак» сейчас разбегается. Очень неплохо может получиться. 3 в 3, но придумать бы хорошее что-то. И угловой. Но вот этот человек может все исправить в одночасье. Я про Юрия Ладыгина на весь штрафную. Зе Луиш. Бол! Вот это футбол. Юрий Ладыгин опять недоволен. «Спартак» бежит в контратаку. Зе Луиш. А там Попов набирает ход. А справа промес. Увидите его Зе Луиш. Нет, он отдает Попову. И... Попов был наиболее окруженным футболистом «Спартака» в этой контратаке. Жулиан и дает предачу в штрафную. И как у него это получается? Да! 3-2! Да что он делает вообще-то? Просто космос какой-то. Я не понимаю. Он через троих отдал передачу. Ведь цель открылся. И 3-2. Ну, это... Подает угловой Квинси промес. На весь штрафную. И что там опасный мяч мечется? В руку никому не попал. Но и в ворота тоже. Ну, и сейчас... Зелуешь, что ли, что так, Квинси промеса? Но там трое сразу зенитовцев. Но для промеса это может быть не проблема. Это нарушение правил? Желтая ли карточка? Нет, не будет. Вообще ничего? Вообще ничего? Ну, господин Иванов, ну вы совсем уже что-то поплыли, мне кажется. Тогда можно выйти с эпизода. Здесь второе пенальти. Пенальти. Да, конечно. О, кто же это нарушает правила? Ещенко. Да, Андрей, вы... Молодец. Большой футболист, да. Сегодня два пенальти привез своей команде. Слушай, ну подожди, подожди. Вот этот момент пришел, его бы не было. Если бы это было сейчас нарушение правил. Вот здесь Сергей Иванов, конечно, очень неправ. Вот и видишь, да, как раз сейчас Маурисио Спартаковский показывает. Ты не показал руку в штрафной, что мяч попал, когда удар был поворотом, да? Ты сейчас не показал там фолк, где рубили промесы, и с этого пошла контратака «Зенита». Но это не отменяет того, что... Безобразно сыграли в обороне, да. ...бразевал Кокорина, так он еще товарил его в штрафной по ногам, почему так прям совсем, знаешь, что называется, вот, без стеснения. Я очень хочу, чтобы...